Украина пытается добиться от Байдена разрешения бить по территории России американским оружием. Сергей и наши зрители, дорогие, пишут об этом политико. Украинские официальные лица поедут прямо в Вашингтон и будут пытаться заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Как сообщает издание, украинцы утверждают, что эта политика мешает им атаковать российские позиции в ходе подготовки к масштабному наступлению агрессора на Харьковскую область. На этой неделе группа наших депутатов находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса. А как вы полагаете, Сергей, действительно, и даже вот смотря на тот факт, что западное дальнобойное оружие бьет четко в цель, а запад и так боится тоже эскалации, собирают Радбезеон, не дай бог обстреливать и мирное население Российской Федерации. А тут будет четко отрабатывать по военным законным целям, по нефтебазам. Ну, правда, здесь боялись, да, Вашингтоне раньше, чтобы прилетало, вдруг цены как-то поскочат. Насколько эффективным и перспективным может быть эта поездка с осмотрением на то, чтобы администрация Байдена действительно поменяла свой взгляд и разрешила нам бить дальнобойным оружием по законным военным объектам РФ? Что мы должны сказать, чтобы это сработало? Ведь третий год полномасштабной войны, одиннадцатый просто войны. Ох, какой тяжелый вопрос Вы мне задали, Ирина. Вы знаете, не знаю, что можно сделать и удастся ли что-нибудь изменить в этом направлении, потому что здесь та же самая администрация может сказать, ну, у Вас же есть еще оккупированная территория. И, кстати, у Украины не было до последнего времени ракет, которые добивали до конца оккупирования территорий, да, допустим, там, до Крыма, до конца Крыма, там, по мосту, по Керченскому и так далее. Вот, другое дело, что вообще, конечно, Украине просто не хватает вооружения, вот, стандартного вооружения. Даже если бы у нее было бы в достаточном объеме вооружения, вот, как только российские войска пересекли границу в Харьковской области, можно было бы массированный удар прямо по ним провести там, где они скопляются. Вот, этого было бы вполне достаточно, чтобы они дальше не пошли. Вот, ну, естественно, вот эта история с подготовкой наступления на севере из Белгородской области, из Воронежской области, она, конечно, показывает очень большую проблему, которая существует у Украины, потому что все спутниковые, значит, средства показывают скопление группировок, Украина знает, где она находится, Соединенные Штаты Америки тоже знают, где они находятся, они предупреждают Украину о том, что там есть скопление, а дальше она не может бить до тех пор, пока эти группировки не перешли в реальное наступление на ее территории. То есть, таким образом, получается такая порочный круг, вот, удастся ли его сломать, что-то мне пока говорит о том, что очень сложно все равно это будет делать, потому что по сути того, что происходит, все-таки мы видим, что Украина до сих пор бьет по российским целям на российской территории своим оружием. То есть, видно, что она не может, судя по всему, использовать все-таки американское и западное оружие, прежде всего американское, для того, чтобы бить по российским целям на российской территории. Отдельные страны, вот типа Великобритании, говорят, что нас не волнует, где вы бьете. Вот мы вам дали оружие, и куда она долетает, вы туда можете им бить. Но, видите, на Соединенных Штатах Америки даже позиция его первого союзника, Великобритания является самым главным союзником США традиционно, не очень сильно повлияла. Сергей, а вот действительно вы правы, что все знают, где базируются, где собираются, где накопычаются, так сказать, российские оккупационные войска. И в этой же статье «Политико», которая пишет о переговорах и о том, что мы будем давить на администрацию Байдена касательно разрешения бить их оружием по военным целям, глава специальной парламентской комиссии Украины по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова говорит абсолютно то же, что и мы с вами, мы видели, каких военных сидели в одном-двух километрах от границы внутри России, от нашей границы, и ничего не могли с этим поделать. Собственно говоря, и тогда у меня вопрос следующий. А если бы они дали разрешение, и мы могли бы с этим поделать? Во-первых, это не было бы и жертв среди нашего мирного населения, очередного разрушения в пепел и труху Волчанска, и сейчас севера Харьковщины, не было бы этого наступления, и даже экономия западного оружия и подмоги, в свою очередь пошла бы на другие участки фронта раз. А во-вторых, если бы оно било по скоплениям, по боеприпасам, по местам логистики россиян, то какая здесь может быть эскалация? Чем бы Россия крыла в ответ? Она бы что, собирала совбезы ООН или кричала, что бьют по кому? По раздетым мальчикам? Ну, Россия бы кричала, конечно, все что угодно. Вы знаете, как они умеют придумывать всякие ПСО, особенно для международных организаций, особенно для международных чиновников, которым перед этим заносятся чемоданы долларов, а потом они кричат о том, что там, значит, мальчики в трусиках, где-то там убиваются русские. Вот, нет, я думаю, что здесь боятся вот все. Россия, конечно, будет кричать, потому что если на ее территории уничтожается ее скопление войск, то это, безусловно, легитимная цель, кстати, по всем конвенциям международным, потому что международные конвенции абсолютно не отрицают, что если идет война, то обе стороны имеют законное право бить по законным военным целям на территории каждой из них. И территория агрессора не является святой и защищенной райской территорией, по которой один из агрессоров может бить, а другой не может. Один из участников войны может бить, а другой агрессор не может бить. Вернее, наоборот, жертва агрессии не может быть, а агрессор может бить куда угодно, а жертва агрессии не может бить, может быть только по своей старой территории. Вот, это, конечно, абсурдная ситуация, это всем понятно абсолютно, что это абсурдная ситуация. Но западный мир и, прежде всего, администрация Байдена очень сильно боится того, что Путин будет интерпретировать такие удары, как ту самую агрессию, которая угрожает существованию Российской Федерации. Потому что вот сейчас, когда он и его люди, например, говорят о целях на территории Украины, вот мне, например, очень легко аргументировать на французском телевидении, когда мы поднимаем эти вопросы, я им говорю, вот, французам там, как, допустим, освобождение украинского села где-нибудь там в Карьковской области или в Донецкой, или в Луганской области угрожает существованию Российской Федерации стилитой 17,5 миллионов квадратных километров. Вот, а если, ну, условно, Украина начинает бить по российским регионам приграничным, вот тогда якобы появляется у Российской Федерации формальное право, говорит, вот видите, они к нам зашли, вот, ну, все же знают, что это ответ на агрессию Российской Федерации, это защита, это оборона, это не, и Украина не собирается захватывать никакие российские территории. Ей просто нужно уничтожить логистику, как вы правильно сказали, то есть Российская Федерация отодвигает свою логистику дальше от фронта, и надо иметь оружие, которое добивает туда, куда, где находится логистика, где находятся склады, где находятся перевалочные пункты, где находятся скопления больших войск, потому что, естественно, все это позволяет с большей эффективностью отражать российскую агрессию и вытеснять Россию с территории, захваченной на территории Украины. Вот, но эта вот мысль, к сожалению, проходит довольно тяжело. Мы видели, что не только эта мысль проходит тяжело, да, мы видели, как в течение шести месяцев Байден и Трамп, Республиканская и Демократическая партия занимались политиканством, прежде чем они все-таки проголосовали пакет помощи. Это опоздание в шесть месяцев стоило несколько тысяч жизни украинских солдат и украинских мирных жителей. Вот, ну вот это вот такая, увы, реальность, потому что проблема заключается, естественно, в том, что Украина только 15% своего вооружения производит сама, а 85% ее вооружения, необходимого для ведения войны против российской агрессии, к сожалению, поступает из иностранных государств, прежде всего из Соединенных Штатов Америки, и поэтому есть зависимость, от которой, к сожалению, пока уйти не удается. Я, конечно, просто don't understand, потому что это бы позволило закончить войну гораздо быстрее, значит, Запад как будто бы оставляет еще то ли возможность, то ли желание, чтобы это продлевалось как можно дольше, то ли оставляет Путину окно для мирных переговоров в будущем, пусть с сильной позиции Украины, но тем не менее, непонятно. А мы тем временем, или мы, или какие-то еще партизаны, или неизвестные люди любят покурить там, где нельзя. Под Москвой пылал объект ФСБ, РосСМИ подозревают поджог, это произошло все подмосковной Балашихи, вспыхнул мощный пожар на электрической подстанции воинской части Федеральной службы безопасности и завода по производству военного оборудования. Сергей, мало того, что Балашиха район не из бедных, насколько я понимаю, мягко говоря, так еще и воинская часть Федеральной службы безопасности. А что же безопасность не соблюдают, и как вообще прощелкивают вот такие поджоги, потому что, судя по пожару, ну, вряд ли там просто техническое замыкание какое-то произошло? Ну, вообще-то на электрических станциях замыкание исключать нельзя, да, потому что такое тоже бывает, вы знаете, в Российской Федерации, ну, не только, кстати, кто в Российской Федерации может там и ударить какая-то там молния где-нибудь, такое бывает иногда, вот. Вот, но за любым пожаром, вы знаете, кто бы его ни сделал, и по какой бы причине он не возник, главное, последствия, да, главные результаты. Результат, если это воинская часть ФСБ, то, естественно, это выгодно Украине и невыгодно Российской Федерации. Кстати, в Балашихе находится довольно много секретных объектов. Вот когда еще я служил в службе нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР и СВР России, там находился учебный центр Витязей, ответного подразделения, вот. И там находился, кстати, один из факультетов Академии внешней разведки. То есть Балашиха – это такое хорошее место. Потом, правда, эти объекты передали, забрали у службы внешней разведки и, по-моему, передали ФСБ. Вот как раз, может быть, на одном из этих объектов этот пожар и произошел. А что же такие районы не прикрывают? Ну, потому что я подозреваю, что их не прикрывают и будет туда долетать. Ведь Подмосковье не первый раз пылает не только из-за возможного короткого замыкания или поджога, а долетают и украинские беспилотники. Или таки закрывают хотя бы такие районы средствами легендарной российской ПВО, я в кавычках, конечно, говорю. Или не боятся, думаю, что... Ну, или просто нечем закрыть, и пусть пылает себе. Нет, ну, Россия в этом смысле очень большая уязвимость есть в том, что именно огромная территория. 17,5 миллионов квадратных километров закрыть ПВО, вот так как это закрыто в Израиле, нет. Потому что Израиль вообще там сколько там? В 9 раз меньше Украины. Да, и поэтому вот у Израиля есть жрец. Вот для того, чтобы Украине закрыть всю свою территорию, вот уже были подсчеты, ей нужно 26 комплексов Патриот для того, чтобы эффективно закрыть свою территорию. А эта территория в 605 тысяч квадратных километров. У Российской Федерации в этом смысле территория в 35 раз больше, в 30 раз больше. Поэтому для того, чтобы ей закрыть свою территорию, ей надо будет, там, значит, соответственно, 25 умножить на 30, да? Посчитать. Получается, за 700 комплексов Патриот. Да. Ну да. Это сколько лет понадобится, если еще посчитать, чтобы их даже изготовить? В условиях санкций. Конечно, тем более. И поэтому закрываются самые уязвимые участки, то есть закрывается стратегическая авиация, закрывается складирование ядерных боеприпасов, закрывается там Кремль. Да и то, Кремль мы же видели в прошлом году, 3 мая, был удар двух беспилотников прямо по Кремлю. То есть даже Москву и Кремль Российская Федерация не может закрыть эффективно. Даже там Рублевское шоссе не может закрыть. Ну, то есть Новая Гарева там стоит какой-то панцирь, прямо вот у Путина, и там на Валдаве стоит панцирь. А вот там соседние дачи уже более уязвимы. Вот. Так что это просто проблема, на самом деле, любой большой страны. Вот. И Украина, которая является самой большой территориальной страной в Европе, у нее такие же проблемы, но гораздо в меньшем масштабе, чем у Российской Федерации, слава богу. И даже несмотря на то, что гораздо меньшие масштабы Украины, все равно мы видим, как Украине не хватает ПВО. И вот то, что, значит, Зеленский обсудил, кстати, с американцами. Вот. Он собирался ехать в Испанию, потому что в Испании есть комплексы Патриот. Но вот я сегодня прочитал утром, что вроде бы визит президента Зеленского отменен в Испанию, в Португалию из-за ситуации на Харьковском направлении. Но, кстати, к слову говоря, вот недавно буквально появилось за несколько минут нашего разговора Сергей, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, Сергей Никифоров в комментарии нам сказал, что эти визиты и не анонсировались, не планировались, информации, что президент должен был туда ехать, не было. Он так прокомментировал. Ну, как бы там уже ни было, да, визитов пока не будет. Но мы видим, что и Патриоты могут быть, и Блумберг сообщает о том, что, возможно, нам будут предоставлять партнеры дополнительные установки. Поэтому будем надеяться, что небо над нами-то точно будет закрыто, потому что Нью-Йорк Таймс пишет, что ППО пока не справляется украинское. Ну и вот Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи еще одной установки Патриот, сообщает Блумберг. Возможно, в рамках этого визита, с которого мы начинали, наши депутаты также работают и в этом направлении. Что, во-первых, защита уж тут точно должна сработать. Это же не эскалация, это вопрос защиты нашего мирного населения в первую очередь. Ну, что ж, поговорим о нашей еще теме, которую мы начали обсуждать в нашем интервью, которое, друзья, напоминаю, вы можете посмотреть на Ютубе 24-го. Ну, невероятно, но факт. В России продолжается активная борьба с коррупцией. Просто дожили вот такие улучшения уже сегодня. И тот главный кадровик Минобороны, Юрий Кузнецов, значит, генерал-лейтенанта, подозревается в получении взятки, Сергей, в виде коттеджа. Как вам? Как вам коттеджами, значит? Почему коттеджами? Это как-то хотели скрыть факт передачи взятки. Домик, что ли? Ну, домик не считается, действительно. Это же для проживания. В общем, человеку жить негде, может, на улице жил. В Краснодарском крае. И зачем это все шоу? Помните из литературы, значит, боржими щенками раньше взятки давали, теперь коттеджами дают. Вот. Ну, вообще, когда Тимура Иванова арестовали за взятку в миллиард, то смешно говорить о взятке в 30 миллионов у его почти одинакового уровня человека, начальника Главного управления кадров Министерства обороны. Нет, там вроде канал ВВЧК ГПО-ГПУ опубликовала историю, которая, похоже, не имеет отношения никакого к взяткам. Это просто свое сведение счетов с ФСБ. С ФСБ сводит счеты с этим самым, с Кузнецовым, потому что когда его переводили на управление, по-моему, даже еще когда в 8-е управление его переводили начальником, это было много лет тому назад, он взял за собой заместителя и вместо человека, который был куратором от КГБ. Вот. Там был большой скандал, Шойгу его прикрыл тогда, но ФСБ запомнило. Вот. И сейчас, когда Шойгу ослаб, естественно, когда Шойгу ушел из Министерства обороны, то ФСБ воспользовалась тем, чтобы арестовать, значит, Кузнецова. Ну, вы знаете, с другой стороны, я бы так сказал, что вот украинской стороне вот все, что сейчас происходит в Министерстве обороны, это абсолютно прекрасная вещь. Вот это хорошие новости, да? Потому что чем больше бардак, чем больше их там арестовывают, чем больше новых людей приходит в Министерство обороны, это очень хорошо для Украины, потому что вы же сами понимаете, что любой начальник, который придет на эту должность, ему на месяцев три, если он очень талантливый человек, или шесть, если он средне талантливый человек, а если обычному человеку, то и год, для того, чтобы въехать в то, что он делает, для того, чтобы обрастить связями, наладить рутину и так далее. То есть, грубо говоря, на ближайшие шесть месяцев Путин организовал полную дезорганизацию работы Министерства обороны. И вот это единственная хорошая новость, которую мы видели в результате этих перестановок. Да, мы с вами, так и называется наш интервью, кстати, так и вынесло, что фактически на полгода все остановится, потому что, ну, мало того, что и человек со сферы большей экономики белоусов, так еще и пока новая метла будет по-новому умести и грести, на это понадобится и время, и чтобы от того, кого она будет грести и как, не было сопротивления. Что тоже исключать, конечно, не будем, как на это все отреагируют подчиненные и другие ланги этого ведомства. Сергей, благодарю вас от всей души за то, что вы на французском телевидении и вообще в целом доносите и правду миру, и нашу позицию также, за то, что для нас время находите. До новых приятных встреч. Спасибо. Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки, был вместе со мной. Продолжение следует...